Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Приветствую!» Я Матарасик и сегодня мы присутствуем на открытом уроке Владимира Николаевича Личининова, который проходит в Москве в клубе дзюдо Гасанова Махира. Гасанов Махир – это ученик Владимира Николаевича и Алексея Котова. Алексей Котов также ученик Владимира Личининова. И сегодня я здесь присутствую в качестве видеонаблюдателя, а также друга Владимира Николаевича, его, так сказать, ученика тоже, потому что я много праздновал тренировок у него, когда он преподавал в Москве, и большого друга Махира Гасанова. Итак, давайте посмотрим на тренировки. Давайте попробуем. Владимир Николаевич, маленькое интервью для нашего видеоканала. Добрый день, рад видеть вас. Скажите, пожалуйста, давно не видел, что вы преподавались такими маленькими детишками. Я с вами как-то работаю, честно говоря. Вообще, вы почувствовали разницу? Вы пытаетесь крутить, давай! Нет, я знаю, что это работает. Дети начинают слушаться, примерно через год тренировок. Ну вот этот год выберет, хочет пожелать. Они же не управляемые коммунцией, следствия радостей. Слезы подряд у них вмешаются. За секунду, все слезы, трое радосты. Они, в общем, как мы управляемые дети в этом возрасте. Я уже привык, как бы, с мастерами, там, как говорится, налево, направо, вперед, назад. Все уже, все знают, что делать. А с ними тяжело. Помиленность, ребят, помиленность! Давайте посмотрим, как они работают. Вы немножко, может, прокомментируете мне сейчас? Вот эти упражнения, они для... Ну что, какая цель этих упражнений? Это координация. Вот он должен владеть телом, и на нем, в чем я, делать оборот полностью. Вот, 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 вот. Я смотрю, это такие характеры, как игровые, да, упражнения. Или все-таки... Нет, то игровые. Я всегда стараюсь игровые упражнения, когда они имели элементы, которые связаны с борьбой. Не просто общеразвивающие упражнения. Не общеразвивающие, то есть, группы, все-таки... Но все-таки можно делать точно так же общеразвивающие упражнения, но, как бы, с воздействием дальнейшего упражнения. У меня, вот, я не знаю, уже сколько раз рассказывал. В принципе, я создал, как бы, видеоучебник. У меня 10 тысяч видеофайлов. У меня одних упражнений, а кольторы тысячи. Поэтому у меня очень легко. Я собираю вас больше 10 лет всякие упражнения из разных учебников, из интернета. Так, дальше будем смотреть ваш урок и учиться. У меня настолько давно я работал с пареньюرضой, чтобы вы не превысслили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир Николаевич, помимо того, что ребята обучаются ходу с удержанием или, наоборот, технике удержания, что еще дает такая методика тренировок? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это произошло через 20 лет, то есть чем больше у тебя соотношений на тренировочном процессе, тем больше шансов у тебя выиграть. Потому что очень много молодых тренеров, даже не молодых, не дают много воды, которой вообще в борьбе нет. Я придумал такую эпизодную работу, когда я через всякие вот такие маленькие эпизоды, ситуации, которые есть на соревнованиях, я их проигрываю на тренировку. И это дало очень быстрый успех. Я помню, я ушел из большого спорта, там по семейным обстоятельствам, там в 89-м году, да, после сборной России ушел, решил отдохнуть. И вот по этой схеме начал работать. У меня через 10 месяцев второе место на Союзе, пятое место на Союзе. Такого не может быть. Паджимай! Еще через полгода, еще второе место на Союзе. Я потом понял, что это как раз результат именно такой работы. То есть вы хотите сказать, что именно вы вычленяете эпизодную работу из всей ситуации, которая есть на соревнованиях. Я их прогоняю на тренировку. А ситуации вы ищете в соревновательных поединках? Конечно. И я сам думал, вы сами начинаете дорабатывать. Поменялись! Так, пойдем дальше смотреть. И так, как мы видим, это метод такой эпизодной работы на тренировках. Так, а вот мальчику я вот это узнаю. Ребят, один. Так, прошу внимания. Вази держать, только держали. Ребят, есть некоторые принципы, как бы, особенности человеческого организма, которые вы должны использовать для того, чтобы, скажем, бороться с пастой. Вот здесь надо. Вот если, сейчас вы посмотрите, молодой, красивый, стильный парень. Попробуй повернуться. Я не могу встать. Вот смотрите, вот простое движение, а спортсмен даже пошевелиться не может. Кто не верит, хотите попробовать? Все, 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 спокойно, все. Можете камер проверить, давайте попробуем. Бар, ребят, смотри сюда, стоп. Просто положили шею, ребят. Смотри сюда. Тренер, показалось, что можно больше. А вы меня убедите, надо бы шею фиксировать к ковру, вот. Да, первую, вторую держать. Вот, вторую держать. Можешь повернуть, слегка, не надо давить. Давить не надо, просто вот, держали. Вот, смотрите, руку к ковру прижали, и шею, ну-ка, уходили. Я даже не напрягаю вообще. Стоп, не, не так. Смотрите, вот. Сделал не так. Сюда, держись. Так, вот сейчас ребята будут пробовать. Вы выключаете всем мышцам. Шею, позвоночник, все выключаете. Смотрите. Вот, здесь у нас три стаз, здесь у нас. Смотрите, сюда. Тренер показывает, смотри, что... Так, это цельная рекомендация дает Гасанов Макир. Ну, командный голос у него. Когда голова болтается у спортсмена, он может уйти через мост, уйти куда угодно. Когда у него шея, смотрите, видите, голова зафиксирована, и рука зафиксирована, попробуйте истанцию. Я даже не давлю ему. Просто придерживаю. Спинами на гости. Да. Вы выключили ему спину и шею, и все, правильно? Ну, попробуйте вот так. Аккуратно, да, да, видите, просто руку к глазу, и все. Смотрите, да. Одна рука прижала ковроку, другая ловше. И давайте. Попробуем. Вот такая еще дополнительная работа, которая показывает на то, каким способом можно улучшить на это качество выполнения сейкоми. Это вот такие маленькие нюансы, которые всегда важны при учебно-тренировочном процессе. Ну, а потом это все поможет, если кто-то будет в соревновательных поединках. Ну, и вообще знание, так сказать, анатомии и физиологии человеческого организма. Так, мы делаем маленькую паузу, и дальше потом включим в следующий эпизод. А нет, вот сейчас Владимир Николаевич кто-то еще объяснит будет. Подальше, на нас есть! Стоите подальше, прошу. Вот еще. Еще один момент, чтобы спортсмен не мог уходить. Стоите подальше, ребят. Махируем, раскладываем. Когда делаете удержание поперед-поперед, надо тоже что-то выключить. Как она делается? Смотрите. Все, вот так. Сейчас он тоже ничего не может делать. Отпущим голову, он начинает бороться, двигаться. Вот видите, рука идет вот сюда. Я должен его подбородок, его отгрузить. Все, и махир без помощи становится. А вот эту руку поздняется. Смотри сюда. Показал, стопу поздай. Я! Я! Повтори. Вот смотри сюда. Дай сюда, дай сюда. Друга, другая. Вот. Вот. Смотрите. Рука подняла. Подносите ее, поднял ее шею. Все, попробовали? Руку на тренировке смотрите. Давай, поднимайте. Взяли, отпустили. Взяли, отпустили. Валерий, как чувствую, получается заряд бодрости. Я это сразу делал. У вас только еще такая команда «Голос», как у Махира. И все будет тянуть, а как он умеет. Вообще, тренер на тренировке должен быть хорошим артистом. Он, может, должен быть добрым, веселым, злым, жестоким. Чтобы управлять, в зависимости от ситуации, на тренировках он должен быть разным. Обязательно должен быть разным. Иногда надо капнуть, иногда наоборот. Я помню, моя последняя детская группа, когда я уже был опытным тренером, после сборной России, после сборной Москвы пришел, у меня потом ученики спрашивают, Владимир Николаевич, почему вы нас никогда не ругаете, даже голос не повышаете? Я говорю, а зачем? Они сами мне потом отвечают. Говорят, ну когда вы на нас посмотрите, и мы знаем, что мы проверялись, мы готовы залезть под потами. Я говорю, ну ты, значит, почувствовал, что там виноват, там проверился. Зачем тебя перед группой унижать? То есть ты почувствовал, что ты неправ. Ты справляешься? Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...